Вот такие потолки у нас были и в квартирах. Такие протечки. Мы их каждый год дизайн меняем, ремонтируем, подшпаклевываем, опять течет, опять то же самое. И так много лет. Долгое время обитатели 12-го А дома по улице Пушкинской своими силами чинили ветхую электропроводку, латали пробоины в прогнившем водопроводе. От своей управляющей компании люди уже давно не ждут помощи. И потому жители были на седьмом небе отчасти, когда в их дом пришли рабочие. Правда, часть жильцов раскритиковала долгожданный ремонт. Материал закупили нехороший. Может быть, он по технике безопасности очень хороший, дизайн никакой. Это вот представьте себе, в соседнем подъезде у нас провели проводку гофра в кухне, в туалете. Конечно, никто из начальства домой гофру это не проведет. А нам провели. Удешевление идет, это идет. Удешевление за счет материала идет, конечно. Как только начался ремонт, у жителей сразу возникли претензии. Самые главные – это сомнительное качество отделки фасада и дешевые материалы. Люди уже переживают. Переживут ли новые трубы отопления 30-ти градусные холода. При мне вот сколько заваривали они эти швы. Материал, металл нехороший. Ставят трубы, металл не больно хороший. Не нравится, конечно, как фасад делают. Не нравится. Очень-очень некачественно. Углы неровные. Все неровное. Так, чтобы отстали. Двухэтажное здание в самом центре Оренбурга не входит в число памятников истории. Но вот что историческое, оно точно. Его возвели во второй половине 19 века. Изначально строение было одноэтажным и исполняло роль купеческой конюшни. А после прихода к власти большевиков хозяйственную постройку переделали в коммуналку, достроив второй этаж. Люди считают, здание с богатым прошлым заслуживает качественной работы. Тем более взносы за капремонт позволяют не скупиться на реконструкции. За две квартиры, где Николай Михайлович проживает, он за капремонт платит ежемесячно 1278 рублей. И вот свои 16 метров оплачиваю я, это еще 400 рублей. Платим многое. Возмущений от жителей очень многое. Возмущаются, потому что разрушений очень много. Подрядчик, в свою очередь, не на камеру говорит, что даже если бы людям поставили золотые унитазы, они все равно были бы недовольны. И парирует тем, что материалы для ремонта купили те, которые оговорены в проекте, и он не вправе отклоняться от него. Что до качества ремонта, то на него рабочие дают гарантию. Пятилетняя гарантия. То есть мы сами, как подрядная развиция, им за всю выполненную работу даем пять лет гарантии. То есть все эти пять лет, если недостатки какие-нибудь будут выявляться, это также будет нами устраняться. Вереги Ульманов, Дмитрий Примачек. Наше время.